Ребят, мы здесь делали и вот так, и вот так, и даже вот так, да, и как-то там даже вот так. Но для меня лично, и думаю, возможно для большинства из вас, самое классное это вот стоять здесь, да, и что-то говорить вот в аудитории, то есть находиться вот на этом месте. И, наверное, для этого мы все сюда пришли, чтобы вот здесь было классно и здесь получить удовольствие. Вот я вам всем желаю почаще находиться вот перед аудиторией. И чем больше она будет, тем лучше. Спасибо вам всем за то, что были вместе со мной. Николей, это педагогичная штука очень. Поехали. Ладно, я поняла. Доброго дня. Я хочу вам сказать еще раз, ребята, вы хорошие, вы позитивные, вы полезные, вы научили такому количеству вещей, вот, меня, я думаю, просто в труду по каждой из нас. Просто, я не знаю, за шесть дней какой-то такой сумасшедший объем информации, который бы нигде, наверное, мы бы не нашли. Ну, ни в какой-то другом месте, ни на какой работе. Вот собралось большое количество хороших и приятных людей, вот, которые сделали все для того, чтобы люди чему-то научились, ушли с хорошим настроением и вообще с хорошим пониманием того, что люди – это классно, это приятно, это такое вообще, какое-то такое понятие «люди», которое подразумевает под собой удовольствие, ресурсность, полезность и то, с чем вообще очень приятно работать, существовать и просто жить. Спасибо вам большое. Мне это Кренин напомнил одну очень интересную, не пасню, а как она называется, «Приття», да, вы помните про «Вя души», вот, «Вя души упала в бочку», да, за него только там будет. Вот, мне это напоминает, что вот мы все пришли вот в эту бочку, да, нас окнули, и мы там долго там подальше, да, раздавлялись, вот, и все-таки мы сделали какую-то сегодня основу, какую-то базу, вот, и как бы мы даже вынурнали за эту бочку, да, и посмотрели, что да, здорово, классно, что у нас что-то получается, что мы можем, что мы можем, и, как бы, может что-то еще не все получилось хорошо, но у нас это получается, у кого-то лучше, у кого-то, ну, еще нужно стараться работать над собой, вот, но я думаю, что у нас это все получится. Шесть дней, казалось бы, это так мало, но для нас, для каждого, это действительно большой рост. Мы с первой ступени все рождались, постепенно росли, увеличивались, становились все больше, умнее. мы понимали, научились чувствовать наш голос, мы научились понимать, где он берется, мы научились им управлять, это очень важно. И теперь, благодаря нашему тренеру, мы, получая наши сертификаты, можем смело выходить на аудиторию, мы умеем говорить, мы умеем нести людям то, что мы хотим сказать. Никто туда не хочет? Я очень люблю писателя Макса Фрая, некоторые знают. И сейчас почему-то вспомнилась очередная цитата, цитирую дословно по памяти. Если ты можешь измениться, то глупо это не делать. И мне кажется, что мы все шесть дней занимались именно этим. То есть мы точно не были глупыми, потому что мы изменялись, и эти изменения все были позитивными. У всех, у каждого. У кого-то меньше, у кого-то больше. У кого-то это были изменения, связанные с расположением голоса. У кого-то это были изменения, связанные с интонацией. У кого-то это были изменения, связанные с жестами, мимикой, взглядом. Но эти изменения были у всех, у каждого. С чем я вас всех поздравляю? Продолжение следует... Продолжение следует...